Законодательная и нормативно-правовая база реформ, проводимых в Узбекистане, видоизменяется, исходя из требований сегодняшнего дня. В регулирование и деятельность тех или иных сфер общественной жизни вносятся коррективы, смысл и значения которых должны быть доступны и понятны каждому. Именно в этих целях Министерством юстиции нашей страны проводятся пресс-конференции, на очередной из которых побывала наша съемочная группа. На состоявшейся в Министерстве юстиции пресс-конференции говорили, государству уделяется особое внимание вопросам обеспечения населения правовой информацией, повышения их культуры, созданию для населения удобной системы пользования правовыми ресурсами. Специалисты рассказали журналистам о сути и значении последних новшеств в законодательстве. В частности, говорили об изменениях и дополнениях, внесенных в Семейный кодекс. Закон Республики Узбекистан об административной ответственности. Особое внимание участников уделено изменениям, внесенным данным документом в статью 99. В ней установлен размер алиментов, выплачиваемых родителями несовершеннолетним детям. В соответствии с законом, алименты на их содержание взыскиваются судом в размере как минимум одной трети заработка или иного дохода родителей в месяц. Например, сумма алимента на одного ребенка была повышена на 75% минимальной заработной платы. Раньше эта сумма составляла одной трети минимальной заработной платы. Также Семейный кодекс дополнен правилами, согласно которым появилась возможность оплаты алиментов в виде движимого и недвижимого имущества. Теперь в случае уплаты алиментов или заключения договора, залога для обеспечения об уплате алиментов, у должника появилась возможность снятия ограничения запрета выезда из республики. Раньше такой возможности не было. Словом, каждое изменение и дополнение, вносимое в законодательство республики Узбекистан, это шаг на пути удовлетворения нужд народа в решении волнующих его проблем, полной реализации прав и потребностей населения.